Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Канал Шахматы для Всех начинает разбор партий, которые буквально в эту минуту играются на чемпионате мира по быстрым шахматам. В этом году чемпионат мира по рапиду и блицу принимает Казахстан. В город Алма-Ата съехались ведущие шахматисты и шахматистки мира. И сегодня мы с вами поговорим об одной из центральных партий первого игрового дня чемпионата мира по рапиду. Это встреча двух действующих чемпионов мира по разным версиям. По классике Магнуса Карлсона, который играл белыми, и действующего чемпиона мира по рапиду Надербека Абдусаторова из Узбекистана. Нужно напомнить, что в прошлом 2021 году Абдусаторов сумел обойти и Магнуса Карлсона, обыграв его в личной встрече, и многих других сильнейших шахматистов мира, сенсационно добыв титул чемпиона мира по рапиду. И вот в четвертом туре встреча этих двух титанов современных шахмат. Она получилась очень интересной, результативной и имеет прямую связь с классическим шахматным наследием. Итак, Б3 сыграл Магнус Карлсон. Прямо скажем, не самый ожидаемый первый ход в партии. В ответ Е5, слон Б2, конь С6, Е3. Конь Ф6 играет черные, и после конь Ф3 Абдусаторов тоже решил несколько удивить своего соперника в дебюте, поставив слона на Д6. Конечно, это временное положение чернопольника черных. После С4, 2-0, Д3, ладья Е8, А3 играет Магнус Карлсон, возможно, имея в виду продвижение пешки на Б4, но черные играют А5. Слон Е2, и чернопольник прячется на Ф8, освобождая путь пешке Д. 2-0 играет Карлсон. Чемпион мира по классике избрал довольно непритязательную схему, которая относится к английскому началу. И после хода Д5, СД, конь бьет Д5, конь БД2, Ф6 играют черные, ферзь С2. Как вы могли заметить, уважаемые зрители, Магнус Карлсон расставил на доске ничто иное, как ежа, причем с переменой цвета. Обычно вот так, как это сделал Магнус Карлсон в данной партии, выставляют свои пешки черные по шестому ряду, предоставляя сопернику, то есть белым, большое преимущество в пространстве. В нашей же партии все с точностью до наоборот. Магнус Карлсон, ощетинившись пешками по третьей линии, выстроил ежа за белых и, как уже успели заметить многие эрудированные зрители моего канала, полностью повторил позицию из знаменитой партии Роберт Фишер Ульф Андерсон. Зиген, 1970 год. Это был выходной день Всемирной шахматной олимпиады и настоящий монстр тогдашних шахмат, американец Роберт Фишер, очень интересно, разыграв дебют против молодого и не набравшего тогда еще силу шведа Ульфа Андерсона, оставил нам прекрасный образец очень оригинального плана игры в ежовой структуре. В том поединке черные сыграли слон е6 и Роберт Фишер пошел король h1. Этим ходом он начал реализацию весьма оригинального плана, который впоследствии не раз был повторен черными в ежовой структуре. Ферзь d7, ладья g1, ладья а d8, конь е4, ферзь f7. Роберт Фишер двинул вперед пешку g и после хода g6 поставил ладью на g3. Далее сдвоил ладьи, слон c8, сыграл конь е4, внедрил коня на f5 и буквально разнес позицию черных. Естественно, с этим классическим образцом и Магнус Карлсон, и Надербек Абдусаторов были хорошо знакомы. Но в рассматриваемом поединке Абдусаторов решил поставить слона не на е6, а на f5. Конечно, он не боится пешечной вилки, на что последует конь f4 с нападением на слона е2. Поэтому Карлсон ходом ладья f1 защищает свою фигуру и ход е4 теперь уже действительно грозит. Абдусаторов отвел слона на g6, g4 играет Карлсон. После того, как мы освежили в памяти творение Роберта Фишера, ходы Магнуса Карлсона совершенно не нуждаются в каких-то дополнительных пояснениях. Узбекистанский гроссмейстер играет ферзь d7. Карлсон отводит короля на h1. Конечно, брать на g4 плохо, ввиду конь бьет е5. Поэтому ладья a d8 играют черные, конь е4. Все те же маневры, что и в партии Фишер Андерсон. Король h8 играет Абдусаторов и ладья a d1. Слон f7. Все-таки белопольный слон черных перешел на диагональ a2 g8, как это было в рассмотренном поединке. Ладья g1 играет Карлсон, конь b6 и после ладья g3 с идеей сдвоения a4. Абдусаторов нашел возможность взрыхлить почву на ферзьевом фланге и его легкие фигуры обретают большую активность. После ба, конь a5. Создается угроза выигрыша качества. Магнус должен играть ладья dg1, что он и сделал. И тут Абдусаторов имел прекрасные шансы перехватить инициативу, забрав конем на a4. Этим ходом черные нападают на мощнейшего чернопольного слона соперника. Но особого времени на отход на a1 у белых уже нет. Поэтому они играют g5, f5, конь бьет e5, нападая на ферзя. Черные забирают на e5, бьют коня и получают две легкие фигуры за ладью. После взятия конь c5 и тут слон бьет g7. Очень мощный ход. Если черные ответят естественным слон бьет g7, то получат ладья d1. После отхода взятия на d8 с шахом, ферзь бьет c5. У белых тут большое преимущество. Все-таки у них ладья и две пешки за две легкие фигуры соперника. Поэтому после хода слон бьет g7, лучше забрать королем. Далее ферзь c3, двойной удар. Но после отхода g6. Очень красивый вариант. Конечно, это все творчество компьютера. Без него бы мы точно не разобрались в этой позиции. Ладья g4. Угрожает вторжение на f6. Черный король открыт. Поэтому нужно играть ферзь d6. Времени на защиту коня нет. Белые забирают, черные централизуют ферзя и получают весьма неплохое положение. У белых три пешки за легкую фигуру, но все-таки инициативой владеют именно черные. Но всего этого в партии не случилось. Абдусаторов не стал терять время на взятие пешки a4, а поставил своего слона на d5. И дал сопернику возможность беспрепятственно сыграть g5. Конечно, черные не хотят вскрывать ни вертикаль g, ни диагональ a1, h8. Но все-таки играя f5, черные позволяли сопернику очень красивым ходом конь f6, который, кстати, Карлсон не сделал, достичь решающего перевеса. После взятия gf угрожает взятие на e5, ферзь c6, нападение на пешку и предложение размена ферзей. В случае взятия на c6 конь подкрепляет центральную пешку e5, поэтому белым нужно отказываться от размена, нападая на коня. Взятие на f6 и тут даже не ферзь бьет a5, а e4 и после взятия de. Если забрать слоном на e4, то, конечно, мат на g8, поэтому слону нужно сторожить поле g8, он отходит, например, на f7 и тут конь бьет e5. Угроза конь f7 мат, ведь черный ферзь будет связан, поэтому нужно брать этого коня. Белые забирают на d8, временно жертвуя ферзя и бьют на e5, заставляя черных отдать одну за другой свои фигуры. На g7, далее забираем ферзя и белые побеждают. Действительно, очень красивый вариант, но, как уже было сказано, в партии он не случился, потому что Магнус Карлсон не решился внедрить коня на f6. Отвел легкую фигуру на c3, напав на белопольника. Слон отошел на c6, e4, конь бьет a4. Наконец, сыграл Абдусаторов и произошел размен с нападением на белого ферзя. Тот пошел на c3, создав угрозу пешке, защита и g6. Атака белых усиливается. Если пойти h6, то белые, как и в партии, сыграют конь g5, создавая угрозу вторжения на f7. И если черные забирают коня, то ладьи белых располагаются на полуоткрытой вертикали h, взятия на g5 с угрозой мата на h8, от которой удовлетворительной защиты у черных не находится. Поэтому конь d4 сыграл Абдусаторов, он хочет разменять коней, но Карлсон, как и в рассмотренном ранее варианте, ставит коня на g5, отдавая слона e2. Причем забрать его можно с тройной вилкой. Абдусаторов не удержался от соблазна, забрал слона, что по сути является одним из лучших ходов черных в этой позиции, но предоставил сопернику возможность сразу получить решающее преимущество, сыграв fc4. Да, ладья отдается с шахом, но в этой позиции, имея ладьей меньше, белые побеждают. Угрозы пункту h7 очень сильны. Брать, конечно, нельзя, последует ладья h3 мат, если же продвинуть пешку, то конь f7, далее двойной шах и мат на g8. Если же после ладья бьет g3 сыграть ладья e7 с целью отдать качество, то белые никуда не торопятся. Забирают на h7, создавая угрозу пикантного мата fg8 и отойти слоном f8, защищаясь от угрозы соперника, черные не могут. Но Магнус Карлсон пошел на другой вариант. Он уже заметил возможность выиграть качество и этого чемпиону мира по классике показалось достаточно. Норвежец сыграл конь f7 шах. Если отойти королем на g8, то последует ход fc4 с угрозой мата в два хода. В случае перекрытия взятие на h7. Конечно, если забрать пешку, то вилка конь g5. Если забрать коня, то белые сначала меняются, а потом ставят ферзя на h8. И после взятия ладья бьет g3, у черных нет достаточной компенсации за белого ферзя. Поэтому после коня f7 шах Абдусаторов забрал коня своим ферзем и произошел переход в эншпиль. Взяли, забрали, белые забирают ладью ставя ферзя, нужно брать эту фигуру, слон бьет c3, нападая на e5. В итоге получилась позиция с лишним качеством у белых. Карлсон сохранил свою мощную инициативу, которая вкупе с немедленной ошибкой Абдусаторова позволила ему быстро закончить партию в свою пользу. Тут черные еще как-то могли держаться, сыграв слон c6. После взятия ладья бьет d3. Тактика в исполнении черных, двойной удар, f3, забираем, слон бьет c7. Здесь определенная компенсация за качество у черных есть. Лишняя пешка, не пустой звук, но все-таки координация фигур черных оставляет желать лучшего. У белых серьезные шансы на победу. В нашей же партии белопольный слон черных, который так и не нашел себя в этом поединке, пошел на g6. Но после взятия слон бьет f5, слон бьет e5 сыграл Магнус Карлсон и создал тройную угрозу пешке g7. Черные могли сыграть ладья d7, защищая эту пешку, чтобы на ладья f3 пойти ладья f7. Хотя и в этом случае простым ходом, например, король g2, белые сохраняли свое решающее преимущество. Все-таки за качество у черных тут нет даже и пешки. Но Абдусаторов с горя забрал на d3 слоном и получил мощный удар ладья бьет g7. После которого черным оставалось только сдаться. Что они и сделали. Вариант очень прост. На взятие последует слон бьет g7 шаг, далее отскок на f6 и у белых лишняя ладья. Вот так очень убедительно закончилась эта партия двух чемпионов мира. Магнуса Карлсона и Надербека Абдусаторова. Этот поединок демонстрирует пользу изучения классического наследия. В этой партии Магнус Карлсон полностью повторил план Роберта Фишера. Что в конце концов дало ему вполне заслуженную победу. Что касается Абдусаторова, то он не сумел использовать все свои шансы на создание контр-игры на ферзевом фланге. И в конце концов его король подвергся решающей атаке. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.